Ресурсы фонда на благие дела в Алматинской области обновлена материально-техническая база специальной школы-интерната. За счет средств фонда Казахстан-Халкна областной специальный образовательный центр в городе Есик был оборудован сенсорными устройствами и речевыми тренажерами. В презентации обновленной спецшколы-интерната принял участие сам председатель правления фонда Буладжамишев, а также представители Министерства образования страны. Подробнее расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день в областной специализированной школе-интернат номер 2 города Есик обучается около 190 детей. Учитывая их особенности, создание благоприятных для их пребывания условий очень важно. Сюда относится образовательный процесс развития и социализации ребят. Для этого в школе оборудованы кабинеты социально-бытовой ориентации, психолога, логопеда и спортивный зал. Нашим детям будет комфортнее обучаться практически. С этими устройствами у них повышаются познавательные способности. Мы тренируемся с их помощью. Новое оборудование, несомненно, поможет детям занять свое место в социуме, приобщиться к труду. По словам представителей Министерства просвещения, в стране насчитывается сотня аналогичных специальных школ. На их оснащение из фонда «Казахстан-Халкна» выделено 2 миллиарда 764 миллиона тенге. Из них более 63 миллионов будет направлено на обновление учебных заведений Алматинской области. Согласно нормам приказа номер 75, утвержденного министром, на сегодняшний день спецшколы оборудованы только на 30%. И это вызывает серьезные сомнения в качестве обучения. Поэтому мы поддерживаем эту программу. На первом этапе будут оснащены специальные школы в районах и сельских населенных пунктах. Не скрывают своих эмоций и родители учащихся специальной школы-интерната. Они выразили благодарность за эту поддержку, от которой напрямую зависит физическое и психологическое состояние их детей. Спасибо огромное. Благодаря поддержке фонда теперь наши дети смогут получать качественные специальные услуги. Не передать словами ту признательность, которую испытывает каждый родитель. Желаю дальнейшего процветания нашей стране и здоровья тем, кто своей работой вносит вклад в ее развитие. Еще раз благодарю всех. На сегодняшний день в более 30 спецшколах страны ведется работа по обновлению материально-технической базы. По словам представителей Министерства просвещения, их модернизация новейшим оборудованием будет завершена до конца марта текущего года.